Здравствуйте, дорогие! Я уже по вам успела соскучиться. У меня сегодня к вам опять масса интересных новостей, всяких разных опытов, возможностей, способностей, которые будем раскрывать, будем изыскивать в себе, ну и, конечно, учиться волшебству. Каждый раз, когда я прихожу к вам, я стараюсь дать ту информацию, которая поможет уйти в автономию. Но просто потому что, когда много инструментов, ты выбираешь тот, который тебе более принадлежит, ну то есть нравится, которым проще воспользоваться, и начинаешь эволюционировать. Потому что у нас можно пол и вилками подметать, и ложками, но когда берешь метлу, это гораздо быстрее происходит. То есть разные инструменты, ну так или иначе, результаты, естественно, могут делать. Вот фокус способностей, да, это, ну, наверное, ключевой момент, о котором мы будем говорить, а исцеление – это уже некие факторы, которые прилагаются к тому, что мы будем иметь и чем обладать, соответственно, если будем применять правильные методики. Итак, фокус, в принципе, сейчас он на слуху либо физики, либо в цирке, да, потому что фокусничество сейчас поставлено в некое развлечение. Но по факту все, что касается фокуса, если мы вот так психологически посмотрим на это явление, то мы понимаем, что это нечто, на что мы смотрим, не понимаем, как оно происходит, но оно происходит. Это некое микрочудо. И это микрочудо мы всегда можем создавать сами. Фокус событий – это одно, фокус способности – другое, фокус результатов – третье, но все вот прямо вокруг этого слова крутится. Что же это такое? Вот мы можем своими руками в буквальном смысле создавать фокус. Вообще фокус – это центральная, излучающая некая точка или, например, наоборот, собирающая. Если мы возьмем в природе все круглое, ну вот начнем издалека, все круглое, все округлое, будем так говорить, то есть имеет кривизну. Посмотрите, наша голова, все фрукты, так или иначе, овощи, они имеют округлые сферические поверхности. Наши органоиды, которые есть у нас, то есть все, из чего мы состоим, например, суставы наши, кольцевые мышцы, глазные яблоки, сфинкеры в организме, вообще все либо в разрезе, либо в объеме, имеют некую кольцевую структуру, сферическую. Ну и, естественно, мы, смотря на это, мы воспринимаем это нормой. То есть мы почему-то не задумываемся, почему природа выбрала именно такую форму. Да, можно сказать, что это наиболее удобное для формирования, но это не так, потому что мы посмотрим на листики, да, они плоскостные. Почему именно то, что имеет некий собирательный комплекс, то есть дерево собирает сок, то есть водичку вытаскивает из земли, собирает микроэлементы и все-все-все, что там есть, питательные вещества, будем так говорить, да, и подает сок веточкам, и формируется некий объемный объект. То есть это накопитель потенциала дерева. Теперь посмотрим на все, что у нас есть вокруг еще дополнительно, да, на нас, например. Это то же самое, то есть наша голова, наши суставы, как я ранее говорила, когда приходила, все наши меры, они в основе своей носят резонансную структуру, потому что они полые и они округлые. То есть мы еще раз возвращаемся к понятию всех наших мер, о которых я уже вдоль и поперек говорила, но я сегодня напомню. И, естественно, мы понимаем, что здесь таится истина, здесь таится сила, которая, конечно, наука нам не расскажет. У нас сейчас ничего, что связано с фокусничеством, настоящим, не проявлено. Вот те, кто знает эти все вещи, они становятся всемогущими, потому что я сегодня буду говорить только одну буковку из алфавита — это А. Потому что если я начну рассказывать весь алфавит, ну, понятно, это аллегория, то канал закроется, ну, даже тот, который вот на данный момент есть, не говоря уже о том, что автополстар. Мне уже как бы делали замечание, что ты там лишний раз там языком-то не шлепай, как говорится по-русски, но я сегодня все равно постараюсь дать самую соль для того, чтобы вы смогли разобраться в ситуации и применять это так, чтобы у вас пошли эффекты крутые, и жизнь не сменилась в лучшую сторону. Ну, давайте вернемся, да? То есть мы всегда смотрим на некие сферические объекты как накопители потенциала. Наша планета — Земля, она движется в пространстве. Это движение осуществляется с получением тепла, потому что возникает трение. Трение рождает тепло, тепло рождает трение. Это взаимообратные процессы физики. А трение — это энергия. То есть все круглое так или иначе — это некий накопитель. И когда мы посмотрим в физике определение фокуса, то там так запутано, что вообще разобраться невозможно. Вот поэтому, когда мы добираемся, и на мехмате изучают, и на физмате изучают, но выходят оттуда, не понимая, каким огромным багажом знаний человек обладает, потому что не рассказывают, как правильно это применять. Так вот, мы сегодня будем разбираться. Если очень простым языком, как мы можем построить фокус? Мы берем некий размер, находим точечку центральную, берем циркуль и прочерчиваем. И вот центральная точка — это будет фокус воздействующих рук, например. Если мы возьмем ручки и положим по кривизне этой окружности, то как раз наши руки будут излучать энергию в центр. То есть это будет своеобразный фокус. Фокус энергии, которая у нас есть. Я напоминаю, что мы многогранны, мы многослойны, потому что наши традиции древнеправославные, вообще земля, будем так говорить, сейчас осталось только понятие об энергии ци. Ну, то есть китайцы, японцы, они все вот в этом, да? И, соответственно, они что-то имеют. То есть используя хотя бы одну энергию, они накапливают огромный потенциал. И, соответственно, для того, чтобы простраивать экономику свою. Да, все не идеально, но так или иначе, посмотрите, да? Что происходит с нами, с белым населением, что происходит у них. То есть, соответственно, получается, что те энергии, которые у нас запечатлены в руках, а я напоминаю, что пальчики наши, это и по мудрым как раз, ну, кому интересно, или, может быть, вы присутствовали на встрече, да, когда я говорила о мудрах, наши пальчики, они передают потенциалы. Каждый пальчик — носитель определенной энергии, и эта же энергия у нас имеет продолжение или центры некие, которые, соответственно, питаются и излучают эту энергию. Это двунаправленный процесс. Так вот, мы сегодня будем эти энергии учиться, фокусировать так, чтобы у нас открылись способности, и пошло исцеление. Я надеюсь, это простая фраза, которую я сейчас буду раскрывать, и вам всё станет понятно. Значит, напоминаю, какие у нас есть энергии. Раз у нас есть энергия ЦИ, причём нам не делят сейчас энергии на мужскую, на женскую, но я в эти подробности вдаваться не буду, но на всякий случай вы должны понимать, что женская энергия, она имеет разный закрут. То есть у нас есть закрут женский, закрут мужской. Но так или иначе, среди целителей есть и женщины, и мужчины, и они помогают, у кого-то чуть лучше получается, у кого-то чуть хуже. Те, кто лечит руками, сегодня вам особенно будет интересно, как же улучшить результаты для того, чтобы пошли крутые эффекты. То есть и результаты, и эффекты, всё будет. Двигаемся. Значит, у нас с вами ладони и пальчики излучают, соответственно, ещё энергии. Энергия ЖИ, которая средний палец левой руки, и ответственна за физическое тело. Энергия ЖИ излучается из указательного пальца левой руки и отвечает за эфирное тело и, соответственно, тело ощущений. То есть вы чувствуете температуру, чувствуете ароматы, прикосновения. Обосновения — это всё наше эфирное тело. Соответственно, тело эмоций — это необъясняемо, это понятно, это энергия ФИ. Мыслительное тело, то есть тело мысли — это энергия МИ. Тело событий, то есть все наши события, они управляются на МИЖе. Только социуму и системе это неудобно. То есть то знание, которое, в принципе, у нас было в традиции, оно неудобно тем, что если мы знаем, каким пальчиком мы грозим, значит, мы человеку, когда вот так вот делаем, мы говорим о том, что мы его события быстренько сейчас переиначим и изменим. Соответственно, указательный палец правой руки — это излучатель энергии ЛИ. Это тело событий. Душа. Душа у нас — это средний палец правой руки. Я из раза в раз всё время говорю, я эти пальчики причисляю. Но мне приходится из раза в раз это делать, потому что материал новый, и чтобы не порвалась нить связи с предыдущими Знаниями. Я буду повторять, конечно, упорно, но, может быть, кто-то это уже всё знает. Далее. Значит, это у нас душа. Средний палец правой руки. Энергия Пи. Энергия Чи, соответственно, это у нас энергия воли, энергия Духа. Далее у нас идёт энергия Си. Это божественное тело или тело совести. Как раз мизинчиком, помните, когда мирятся детки, то есть они объединяются по совести. Пусть всё будет по совести. Но это детская такая, казалось бы, шалость, но она пришла благодаря памяти прошлых жизней. И последняя энергия — это энергия Ци. Соответственно, о которой говорят доли поперёк. Это языковая энергия. То есть у человека, у которого много этой энергии, есть способность понимать всё вокруг мироздания, и живую, и неживую природу, и все языки. Знаешь ты, не знаешь ты, понимаешь, что происходит, и, собственно, берёшь информацию из пространства. И последняя, десятая — это энергия Ци. Но она из следующих там энергий, которые, соответственно, практически не задействуются людьми до пастоса. Но я не буду этого термина касаться, потому что у нас сейчас другая тема. Так вот, все эти энергии, когда они излучаются, они способны придавать определённый фокус, задавать определённый фокус для того, чтобы наши способности и возможности проснулись. То есть если мы просто складываем ладони, это ни о чём. То есть мы должны складывать ладони так, как понимает наш организм. А как понимает наш организм? Наш организм понимает на том уровне, который есть у нас. То есть это наши меры, это меры наших органоидов. то есть органов тела, это меры наших желез. То есть для того, чтобы у нас проснулись способности, которые заложены в нас же, мы должны воздействовать фокусом наших мер. Сложная фраза, но её сейчас я обосную и расскажу. Я напоминаю, какие у нас меры существуют. Если мы говорим о метрических мерах, у нас есть энергетические меры, есть метрические меры, то самые простые меры метрические, они у нас заложены в теле. Итак, сажение – это длина, соответственно, позвоночника вместе с головой. Косая сажение – это длина позвоночника от ямочки, где у нас шейка соединяется с головой. Вот прямо её можно нащупать у основания черепа и до конца нашего позвоночника, то есть до самой описания косточки на позвоночнике, на копчике. Аршин – это ширина плеч, плечо, соответственно, ну вот оно, да, представлено, локоть тоже мы берём, только внешнюю кость, ладонь, палец, дюйм и вершок. Так вот, обнаружено нашими предками, что если мы берём радиус длиной нашей какой-то меры, то есть мы берём, ну, например, пальчик, это у нас будет радиус. И, соответственно, чертим окружность по радиусу той или иной меры, ну, например, нашего пальчика. И ладонью, ладонью эту окружность пытаемся обнять, чтобы полностью кривизна ладони совпала с кривизной окружностью. И эта ладонь при воздействии на наш организм, на тот или иной орган, на ту или иную железу, будет придавать способность, возможность и проявление на физиологии. Вот в чём здесь интерес, да, в чём здесь фокус? В том, что мы не понимаем, какие знания в нас заложены, какие способности в нас заложены по праву рождения. Вот есть такое крылатое выражение, что талантливы все, то есть неталантливых людей не бывает. Это правда. Единственная причина, по которой у нас не проявляются способности, заложенные в нас по праву рождения, так это потому, что у нас не хватает потенциала, энергии. Но вот представьте, что у нас поступила какая-то энергия, мы обрадовались чему-то, что-то хорошее произошло в нашей жизни. И потекла энергия у нас в организме, просто потому, что мы в момент радости объединились со Вселенной. Мы стали благодарить всех и всяк, кто причастен к нашей радости. А благодарность — это значит, что мы открываемся миру. А у нас в пространстве есть только эфир и вращение. То есть когда мы открываемся, мы берём этот потенциал. Вот почему в нашей радости.